всем привет это видео заметка о токене ним изначально хотел записать текстовую заметку но вышло бы достаточно много скриншотов и информации которые хотелось бы уместить поэтому решил записать видос значит мы сейчас находимся на дроп стабе токи ним открыт перформанс его за год это первое что нам интересно сейчас рынок у нас достаточно бодрый растет все но токи ним как-то вот отстает перформанс его достаточно слабенький несмотря на то что сентимен здесь бу лишь за год мы не выросли совсем и от лоев выросли всего лишь на 90 процентов как вы знаете ним это проект который выходил на кандисти если посмотреть здесь fundraising то мы сейчас в минусе относительно кайниста мы даже относительно валидаторского раунда в минусе то есть она ноды когда продавали токены даже сид раунд всего сейчас на 90 процентов плюсе в рынке сейчас 63 процента всего сапплая реализации полная 190 миллионов для проекта такого уровня которого есть бэкеры в виде тэшнэц и z поличейн финанс и так далее это достаточно маленькая капитализация проект этот инфраструктурный то есть он предоставляет блокчейн инфраструктуру для микширования трафика это что-то вроде децентрализованного пора оля вебина оля чего-то там еще для того чтобы скрывать следы я считаю капитализация небольшая потому что сейчас нету нарратива приватности в блокчейне и проекты связанные с приватностью не находятся на радарах инвесторов поэтому эта тема просто не качается именно поэтому нам интересен в первую очередь этот проект а дальше мы уже изучим какие еще есть зеленые флаги у этого проекта помимо цены и оценки мы посмотрели что достаточно большой процент сапплая уже в рынке это хорошо то есть пошли самые крупные анлоки и лить токен сейчас будут в основном валидаторы которые получают из фонда который выделен специально под это порядка 20 процентов годовых сейчас такое размытие идет и это будет разделено еще на несколько лет вперед идея тут в чем сейчас по road map у ним должен запустить несколько фич вот мы переходим на сайт мимо видим что тысячи двадцать третьем году достаточно большой у них был roadmap что-то из этого было выполнено что-то нет из положительного здесь ним проводил а вторую часть своей амбассадорской комьюнити программы она была сделала сделано не просто как twitter репост или еще какая-то фигня там типа перевода статей основная часть программы было образовательно то есть нас я был одним из участников поэтому зная изнутри и первую вторую программу вот этот ним шипер так и даме предоставляются видео и текстовые материалы на неделю в конце недели проходит quiz если ты сделаешь quiz хорошо ты получаешь очки продвигаешься вот так течение одного и двух месяцев была программа в течение которой ты изучаешь ним и эту экосистему как она работает технически как устроена какие функции выполняет ну и получаешь за это баллы если не вылетаешь проходишь и те дают токены вот там порядка полутора тысяч токенов в итоге получилось снима за эту программу если там хотя бы немножко было под напрячь и посмотреть видео либо просто знать как работает эта сеть вот я считаю такой подход он развивает сообщество и положительный то есть он эти токены не были выброшены в трубу эти токены сейчас за стейкан и у меня за что этом получил еще бонус в общем это был один из катализаторов узнаваемости проекта второе launch ним ecosystem fund я точно сейчас на память не помню но по грубой оценке этот ecosystem fund был предназначен для то что для того чтобы развивать экосистему то есть раздавать различные гранты этот фонд по капитализации по моему выше чем текущая рыночная оценка ним а поэтому это еще один большой зеленый флаг когда это будет увидено рынком я думаю что сам не в целом будет период переоцениваться положительную сторону следующее этот launch zero knowledge ним креденшал зика ним достаточно интересная уникальная функция для ним а она позволяет передавать знание о чем-то не разглашая саму суть знания это сложно звучит фишка в чем допустим вы хотите оплатить какую-то услугу криптой но для этого нужен допустим kids сервис должен знать что-то о вас но поскольку мы находимся вот в этом анонимном пространстве мы не хотим разглашать эту информацию поэтому мы просто имеем вот этот креденшал который просто сервису говорит что вот этот человек подходит под те условия которые сервис требует не выдавая там нашу допустим страну проживания имя фамилию либо данные кредитной карты вот то есть это некий такой цифровой посредник между какой-то приватной информацией и сервисом который хочет эту информацию проверить ним использовать это для своего следующего сервиса запуска ним vpn должен был произойти двадцать третьем году но до сих пор он не запущен потому что этот сервис позволит начать генерировать cash flow то есть те токены которые сейчас оплачивают работу всей сети ним а они идут из фонда то есть они субсидируются но когда появится vpn который будет в платной и бесплатной версии какая-то часть работы сети валидаторов и сети микс на это будет оплачиваться за счет притока денег извне то есть мы будем пользоваться vpn и платить сети ним то есть это уже похоже на какой-то бизнес они как сейчас стартап на дотациях вот то есть пейт микс нет вен анимус принтерс кредит шелс то есть все это вместе наконец соберется такую рабочую инфраструктуру вот уже запущен сайт где показаны как это будет выглядеть и можно записаться в бета-версию больше пока ничего то есть даже те ребята которые проходили сеть комьюнити программ пока не получили в доступ программу которую можно установить на компьютеры чтобы проверить вот но я положительно смотрю на вот этот не vpn и с удовольствием буду его тестировать ну потому что этот продукт который которым мы пользуемся все с возможно мы будем кита прокси здесь покупать для своих там дополнительных аккаунтов возможно просто пользоваться как обычным vpn если это будет выгодно посмотрим что у нас на 24 год здесь уже как обычно идет в какой-то там перспективе institutional adoption то есть это когда большие деньги придут и будут пользоваться нашим сервисом вот и мы заработаем много денег в общем звучит примерно все так следующий зеленый флаг возвращаясь к инвесторам здесь у нас бинанс лапс а мы знаем что бинанс лапс обычно листит проекты которые которые инвестируют учитывая что ним это большой проект куда они занесли мы пока еще не видели таки ним на бинансе а это катализатора для переоценки достаточно значительной да почему это не происходит тут здесь несколько теорий во первых бинанс обычно смотрит на интерес к тогену то есть это количество он он чейн пользователей этого только на те которые его держат либо торгуют им а вот это показывает о том что имеет смысл вообще его листить вот и некие трастовые показатели но думаю что страствовать здесь нет никаких проблем учитывая что денег от проект собрал достаточно много и проект запущен он давно работает все о нем знают я думаю что здесь как раз не хватает именно интереса к токену среди толпы у нас с вами и следующее это то что токен ним это проект на своем космос с дикие блокчейне который также представлен как ерце 20 токен и токен труда на данный момент переносить между сетями биржи поддерживают именно токен сети эфира но это сами знаете не очень-то выгодно чтобы токен допустим за делегировать какую-то микс ноду нужно его купить на одной из бирж вывести в сети эфира идти на какой-то там непонятный бридж что-то там делать по гайду и получать токены в сети ним а и потом его уже в нем кошельки остыкать это конечно отталкивает пользователя и разработчики ним это понимают и где-то в road map и у них как раз здесь был такой гейтвей который позволял бы конвертировать токены на каком-то специальном сайте я ты подключаешь два кошелька в общем как мы это все привыкли делать и вырежешь без каких-то дополнительных гайдов вообще было бы круто это сделать внутри самого кошелька один возможно в будущем так и будет поэтому когда появится такой простой способ гонять токены из сети в сети либо на самой бирже появится поддержка нативного токена ним интерес к этому токену может возрасти именно поэтому пока вот эти все факторы не произошли а произойдут они скорее всего уже в течение следующих следующего месяца может быть двух и за этим скорее всего последует листинг на binance я надеюсь ну и это ходят слухи давно уже я думаю что этот токен способен переоцениться раза в два спокойно и в будущем тоже иметь какой-то положительную динамику если где с ним vpn на подтвердить себя найдет свой продукт market fit вот поэтому рекомендую взять на радар это токен если у вас его нет возможно уже неплохая . чтобы начать его накапливать если он у вас есть вот я планирую немножко докупить потому что вы здесь видно что в моем портфеле позиция с коин листа счетом всех стейки наград сейчас небольшом минусе там даже и я в будущем планирую этот токен поддержать посмотреть за динамикой и на этом еще дополнительно заработать возможно позицию увеличу обратить внимание на график разлоков большие разлоки начнутся в начале февраля возможно команда зная об этом начнет выпускать какие-то новости токен не укатался даже если они сливать не планируют возможно планируют сливать какие-то фонды о чем я тоже сомневаюсь потому что если бы они планировали они бы вряд ли собирали большой экосистемный фонд то есть это проект в долгую и я бы особо не боялся этих разлоков наоборот это возможно . где токен начнут разгонять можно посмотреть вообще в целом на то как перформят токены из этой отрасли и старых манера из новых iron fish которые вообще в общем-то не чешется но тем не менее за три месяца дал неплохой перформанс с низкой базы чуть-чуть лучше чем манера который в общем-то никем не используется наверное кроме как какими-то хакерами некое гадание на кофейной гуще что касается цены что касается фундаментальных факторов я думаю что все уже понятно здесь добавить нечего спасибо за просмотр ставьте какие-нибудь реакции если было полезно